Продолжение следует... 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 – Ну это понятно, потому что санкции. – В чем ваш вопрос? – Вопрос, нет ли каких-то альтернативных форм? – Я их не знаю. Если у вас есть, предложите. – Нет, у меня тоже нет. Спасибо. – Ну тогда о чем мы говорим, дорогой мой? Цена вопроса, можете себе представить, что такое цена вопроса для Сбербанка? Это не вопрос вас или меня лично. – Это вопрос всей финансовой системы страны и конкурентоспособности страны в целом. Поэтому спекулянты, которые эту тему все время поднимают, это люди, которые совершенно не понимают, что лежит на кону. Ну или они умышленно это все дело раздувают. Нет такой схемы, которая бы позволила нам работать, не попав под весь пол санкций. Такой схемы мне неизвестно. У нас, мягко говоря, неплохая служба правовая, неплохая служба комплайнс, и там работают далеко не глупые люди. Таких схем нет. Если бы такие схемы были, мы бы обязательно были там. И в выборе на чашу весов получить весь набор санкций и обречь страну под это, либо выйти из Крыма. А в Крыму есть возможность предоставлять финансовые услуги, и там целый ряд небольших банков их предоставляют, для которых нет такой большой опасности, как у нас, быть выключенным из международного потока капиталов. Поэтому ответ очевиден, он всем понятен, думающим людям. Вопрос в том, что на этом вопросе очень много, вокруг этого вопроса очень много спекуляций. Ну, весь вопрос о цели этих спекуляций, оставим их за рамками. Один из главных спекулянтов России рассказывает про схемы санкции. Сергей Юрьевич, так есть ли альтернативные формы? Я цитирую господина Грифа, который сам себе отвечает на вопрос, что их нет. При такой позиции сберегательного банка России, который чувствует себя международной организацией, которая много филиалов за рубежом, которая номер один по ввозу наличных долларов в страну, которая активно играет на финансовых рынках, которая, как известно, международная и наш собственный финансовый рынок тоже полностью открыт для движения иностранного капитала. Позиция понятна. Если бы сберегательный банк работал внутри России, ну, как, допустим, сберкассы Японии работают, из которых возникла мощнейшая региональная система японских банков, поддерживающая свою промышленность, не было бы проблем. Но у нас Сбербанк не особенно так кредитует инвестиции промышленных предприятий, вообще его мало заботит обрабатывающая промышленность, кредитование инвестиций для реального сектора, его больше заботит комфортное существование на международном рынке. Поэтому вопрос, на кого работают наши сбережения, нашего населения, он нетривиален.